Очередное подтверждение. Дом в Белгороде разрушил российский боеприпас. На этот раз это утверждают аналитики Конфликт Интеллигентс Тим. Версию Минобороны России об ударе украинской ракеты «Точка-У» они считают маловероятной, поскольку прилет с большей вероятностью был с северо-востока, то есть с российской части. А на юго-западной стороне почти все окна оказались целые. Аналитики считают, что подъезд многоэтажки рухнул либо от ракеты ПВО, например, от комплекса С-300, либо это была авиабомба ФАП-500, выпущенная той же Россией. Также аналитики отмечают, что характерных следов разлета осколков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Вот еще один момент. Кремлевский канал «Война с фейками», который репостнул даже Соловьев, дважды отредактировал картинку с направлением удара по жилому дому в Белгороде. Что интересно, вначале они действительно указали настоящее место прилета и правдоподобное северо-восточное направление, то есть со стороны России, а не Украины. Запостили неудобную правду, срочно пришлось редактировать картинку и указывать новое место прилета. В «Войне с фейками» главное не разоблачить самих себя. Белгородцев так и не обеспечили убежищами. Власти тендеров на их поставку не объявляют. Предприниматели ставят укрытия за свой счет. В январе о производстве модульных укрытий сообщил Белгородский завод железобетонных изделий и труб. До сих пор местные предприниматели вынуждены покупать их сами. В паблике губернатора белгородцы ежедневно жалуются на малочисленность и неэффективность городских укрытий. Но эксперты говорят, что все идет по плану.